Девушки отдыхают... 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 Монстр перебил целую стаю... Девушки отдыхают... 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 Готово. Это его привлечет. Запах Миль на пять вознесется. Он появится. Надо просто подождать в пещере. Готово. 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 Ну давай. Готово. 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 Продолжение следует... 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 Ни одной живой души. Тут случилось что-то недоброе, даже до того, как пришли трупоеды. Распортое брюхо. Наверняка погиб, защищая хозяев. Первый удар в шейную артерию, второй в бедренную. Он умер быстро, даже не успел защититься. Клинок вошел сзади между позвонками, перерезал нервные волокна. Она не могла двигаться. Истекла кровью. Зараза. Пышные усы, пухлые щеки. Кто-то важный. Погиб от колотой раны. Клинок прошел между ребрами. Прямо в сердце. У него что-то в руке. Цепочка серебряная. Он сорвал ее с кого-то. Странно это все. Может, в деревне я найду еще какие-нибудь следы? Рука отрублена выше локтя. Одним ударом. Вилы. В ближнем бою опасное оружие. Кровь. Смешано с чем-то еще этот запах. Алкоголь, склеродерма, волкобой. Какой-то эликсир. Это не крестьянская кровь. Ну что, паскуда? Смешано с чем-то. Тело разорвано трупоедами. Непонятно, что убило беднягу. Раны от меча. Огонь еще горит. Это случилось недавно. Раны от меча. Тут богато. С головой вешено. Отрезано острым ножом. Новое дело. Кажется, кто-то меня опередил. Стой! Стой! Зараза. Кукла и следы детских ног. Ага, вот она. Спокойно. Я тебе ничего не сделаю. Успокойся, маленькая. Я хочу поговорить. Оставь меня! Убийца! Убийца! Ты что-то напутала, я... У тебя тоже косачьи глаза, как у него. Потому что я ведьмак, я убиваю чудовищ. Он тоже так говорил. Ты видел, что он сделал? У него было два меча, как у меня за спиной. Ничего не скажу. Уходи! Это ведь твоя кукла? Моя. А как её зовут? Веснушка. Красивое имя. Отдай мне её. Пошёл. Веснушка говорит, что не поедет со мной. Вот, возьми. Ну, хорошо. Может, ты мне всё-таки расскажешь, что здесь случилось? Для меня это важно. Ну... В лесу завелась лихо. Дядюшка себе не рассказал, что надо позвать ведьмака. И пришёл один такой, совсем как ты. Только смотрел он как-то злобно. Принёс башку лихо. Только дядюшке себе мира что-то, видно, не понравилось. Очень они друг на друга кричали. Ну, а потом мы пошли в хлев и там... Там... И что там? Нет, точно не знаю. Я только услышала крики. Дядюшке себе мира не трудных. А потом тот другой ведьмак выбежал из хлеба весь в крови. И каждого кто-то поселил всех по очереди. Мечом вот так. Мою маму и брата тоже. Меня он отпустил. Не знаю почему. А потом пошёл вон туда, в сторону круга, куда мы приносим дары богам. Я спряталась в хлебу и нашла вот это. Ксения. Школа кота. Спасибо. Ты мне очень помогла. Что теперь с тобой будет? У тебя здесь есть родня? Тётя. В роднике. Я отведу тебя к ней. Но сперва надо заняться этим нехорошим господином. Никуда не отходи и не шуми. Поняла? Сиди тихо. Если он правда пошёл в сторону круга, то стоит начать оттуда. Это, похоже, тот каменный круг. Но посмотрим в венок. Едва различимый. Должен быть он. Отпечаток ладоней. Кровь. Зажимал рану, поскользнулся, потом отверзся, чтобы сохранить равновесие. Зажимал рану, поскользнулся. Зажимал рану, поскользнулся. Нехорошо. Кровь. Зажимал рану, поскользнулся. Свежая. Он недалеко. Кровь. Свежая. А цеховая репутация чувствует себя уже хуже. Люди нам этой резни не забудут. Фух. Да ладно. Несчастный случай на производстве. С каждым может случиться. Ну, чё тебе ещё надо? Сперва я хочу поговорить, а потом поглядим. Тогда садись. Я постою. Говори, что случилось в Добрале. Как будто ты сам не знаешь, что случилось. Угадай, сколько они мне хотели дать за того лешего. Ну, угадай. Сто крон. Ха-ха. Вряд ли. Двенадцать. Понимаешь, брат? Двенадцать грёбаных крон. Да мне компоненты для эликсира дороже стали. А какой был уговор? В несколько раз больше, конечно. Но как пришло время платить, ты ж знаешь, как оно. Ваша милость, детки голодные, война. Ради Бога, смилуйтесь. Звучит знакомо. Но это не повод убивать. Я ещё не закончил. Но я им сказал, что не смилуюсь. Ну, мол, если не увижу своего золота, то леший им добрым дедушкой покажется. Рожи у них вытянулись. Староста, в конце концов, уступил. Не беспокойтесь, ваша милость, ведьмак. Мы с кумовьями припрятали золото в клеву, чтобы баронские войска не покрали. Пойдёмте, сейчас всё заплатим. Ну и всё. Я повёлся. Как ребёнок. Один меня заболтал, а другой вогнал вилы в спину. А ты, значит, решил вырезать всю деревню? А ты бы что сделал, а? Отправил бы воеводе письмо с жалобой? Честно скажу, я тогда вышел из себя. Я уже привык, что скверно платят, что обманывают, что сперва умоляют о помощи, а потом плюются при встрече. Но убивать, чтобы сэкономить пару пром, и я должен этих сукиных детей защищать? Я вытащил свой стальной меч и убрал только тогда, когда земля намокла от крови. А почему ты пощадил ту девочку? Потому что... Неважно. Было бы неважно, я бы не спрашивал. Говори. Она напомнила мне сестру. Такой я ее запомнил, когда меня забирали в школу кота. Что с ней? Умерла каких-нибудь десять лет назад. От старости. Ну, вот мы и поговорили, как ведьмак с ведьмаком. Что дальше? Что ж, не мне тебя судить. Только и всего? Ты что, даже не будешь мне читать мораль? Учить жизни? Люди называют меня мясником из Блавикина. Есть за что. Я знаю, как оно бывает иногда. Просто летят головы. Погоди. Я не такой говню, как те крестьяне. Ты заслужил награду. На, возьми вот это. Здесь координаты моего тайника. Бери, что захочешь. Бери, бери. Благодарю. Нет, это я благодарю. Удачи на пути, Волк. Пора возвращаться к мамышке, пока ее кто-нибудь не учу. Пора возвращаться к мамышке, пока ее кто-нибудь не учу. Волк. Ладно. Волк. Субтитры сделал DimaTorzok Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьян Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велина Барон позаботился о девушке И когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьян Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велина Барон позаботился о девушке И когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград Пора возвращаться к малышке, пока ее кто-нибудь не учет Субтитры сделал DimaTorzok Ты вернулся, а я уже думала, что не вернешься Что он тебя тоже обидел Не обидел Вам не нужно его бояться Так ты отведешь меня к тете? Тут страшно Конечно Пойдем А может Ты возьмешь меня на плечи? Тогда пообещай не дергать за волосы Обещаю Ну поехали Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хорошо? В Доброве была резня. Никто не выжил. Кроме этой малышки. Боги, что там случилось? Бандиты напали? Кроме этой малышки. Возьми деньги. Это на еду. Только на еду. Если я сюда загляну и вижу, что вы тут водку пьете. Так много? Пусть вас боги хранят, Сударь Ведьмак. Пусть они вас не оставят. Ну, мне пора. Уже? Почему? Такая судьба у Ведьмака всегда в дороге, всегда на пути. Ты будешь меня навещать? Может быть. Не скучай. Милка, пойдем купим немного муки, тетушка тебе оладушков напекет. Ну, согласна? А once. Милка, не скучай. Милка. 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 Продолжение следует... 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 остановилась потом они поехали здесь наверно к своей вырубки и и и и и и и и и здесь был бой двое краснолюдов и что-то большое корни придавили краснолюда к земле так что он задохнулся раненый бежал туда потерял много крови тебя не процарапал скалу уж он был очень золы или очень сильным у краснолюда была глубокая рана на спине он умер от потери крови все указывает на лешего молодая особь должна быть он в этом лесу недавно надо найти его тотем вороны служат лешим тотем должен быть где-то рядом это не птица лешего след неверный вот и тотем лешего как только его уничтожил он занервничает выйдет из норы и и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Покажи свои товары. КОНЕЦ ОНИТ ПРОЩИ КОНЕЦ Прощай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...